Прекратить сплетни и злословия британский премьер не может справиться с междоусобицами в правительстве. Министры подставляют друг друга в прессе и устраивают утечки с закрытых заседаний. Что происходит в британском правительстве и как Тереза Мэй усмиряют нарушителей дисциплины, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Впервые за год пребывания на посту премьера Тереза Мэй решила обратиться за советом к своему предшественнику. Дэвида Кэмерона для разговора по душам она пригласила в его бывшую резиденцию на Даунин-стрит-10. Мэй не знает, как сплотить свое правительство. В ее кабинете 22 министра и они весьма далеки не только от дружбы, но и даже от банального уважения друг к другу. Последний скандал касается министра финансов Филиппа Хэммонда. В прессу попали его слова, где он нелестно отозвался о женщинах. Чиновника тут же обвинили в сексизме. Но главное, что эти слова звучали на закрытом заседании правительства. И в СМИ могли попасть только благодаря высокопоставленным коллегам Хэммонда. Заседание кабинета министров это закрытое мероприятие, где мы обсуждаем очень серьезные вопросы. Уверен, что утечку спровоцировали люди, которые недовольны моим подходом к Брекзиту. Премьеру междоусобицы в собственном кабинете не по душе. Она призвала министров прекратить сплетни и не выносить ссор из избы. Ее рецепт прост. Езжайте на каникулы, хорошенько отдохните и возвращайтесь готовыми к серьезным делам. Министр Хэммонд оказался под прицелом прессы неспроста. Его кандидатуру называют самой вероятной заменой Терези Мэй. Кресло под премьером зашаталось после выборов, когда она не смогла самостоятельно набрать большинство в парламенте. Из тех же правительственных утечек следует, что многие министры надеются выжить Мэй из офиса уже этой осенью. А поэтому закулисная битва за главный пост страны уже началась. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.